В ходе поездки по Романтической улице мы уже преодолели почти 100 километров. Самый известный город на этом отрезке – Ротенбург. Это удивительное место. В городе всего 12 тысяч жителей, а количество туристов ежегодно превышает 2,5 миллиона человек. До недавнего времени туристов возили по Ротенбургу на повозках, запряженных лошадьми. Теперь повозки запретили в целях защиты животных. Альтернатива – Велорикша. Вместо лошади сегодня меня катает Георг Леле. Крутить педали ему помогает маленький электродвигатель. Это позволяет водителю возить сразу двух человек. Изначально Ротенбург располагался на важном торговом пути – с севера на юг сегодняшней Германии. Сейчас этот путь именуют романтической улицей. Поэтому туристы, которые путешествуют по этому маршруту, обязательно попадают в наш город. Особый интерес Ротенбург вызывает у туристов из США и Японии. Все путеводители рекомендуют посетить магазин Кэте Вольфард. Здесь круглый год Рождество. Это самый большой и, пожалуй, самый известный производитель рождественских и новогодних игрушек в Германии. Ассортимент магазина превышает 30 тысяч наименований. Ротенбург известен и своими старинными домами. Их в Германии называют Патрициерхойзер. В них раньше жила местная знать. Одно из самых известных таких зданий – дом с железной шляпой – Айзенхуд. Его история насчитывает 120 лет. В 50-е годы Айзенхуд был одним из самых роскошных отелей Германии. Позже его расширили и превратили в четырехзвездочную гостиницу. Сегодня это гостиничный комплекс, который включает в себя четыре дома, построенных еще в XVI веке. Это наша гордость – двухвестный номер категории «Делюкс». Раньше, когда здесь еще не было гостиницы, в этих комнатах жили хозяева дома – местные аристократы. Их называли Патрициями. В то время все хотели, чтобы окна выходили на улицу, чтобы наблюдать за жизнью за окном. В отеле 78 номеров. Все выдержаны в одном стиле. И внутреннее убранство комнат идеально вписывается в архитектурную концепцию всего города. Средневековый центр города сохранил свое первозданное состояние лучше других немецких городов. К нему относится и крепостная стена – символ Ротенбурга. Наше путешествие по романтической улице продолжается. В 20 километрах к югу от Ротенбурга находится замок Шиллингсферст. Сегодня между городом и замком курсирует пригородный автобус. Тот, кто предпочитает классику, может прокатиться и на таком ретро-автобусе. Следующая остановка – город Фойхтванден на западе Баварии. Это место известно своими историческими постановками в театре под открытым небом. Традиция насчитывает 60 лет. За это время постановки посмотрело более полутора миллионов зрителей, рассказывает художественный руководитель Йоханнес Кетцлер. Постановки начались в 1949 году, раньше, чем появилась романтическая улица. Как удалось связать две эти традиции. Это очень романтическое место, романтическая сцена. И мы здесь часто играем Шекспира. А еще я сделал целую программу, посвященную романтике. Как видите, у нас очень много общего. В этом сезоне здесь поставят Шекспира, а еще трех мушкетеров. Сцены с фехтованием разучивают с особой тщательностью. Тот, кто приедет сюда с июня по август, просто обязан посмотреть одну из постановок под открытым небом. А еще здесь совсем рядом есть кондитерский магазин, в котором работает чемпион Германии по изготовлению шоколада. Вот какой красивый и вкусный может стать одна из остановок на романтической улице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова